Еще совсем недавно здесь обитали бобры. Об этом свидетельствуют следы зубов. Но сегодня животные покинули эти места, а лес умирает. Причина – озера, полный нечистот. Вот характерный белесый цвет на водной глади. Чтобы добраться до загрязненных водоемов, приходится преодолеть около километра через чащу леса от дороги. Единственное, что говорит о том, что мы идем в правильном направлении, это запах. Такой характерный канализационного коллектора. И по мере приближения он становится все сильнее. Экологическое бедствие в лесополосе микрорайона Гидроторф обнаружили местные жители. Ирина Замутина первой выложила ролик со сливом нечистот на своем YouTube-канале. Мы нашли автора этих шокирующих кадров. Громаднейшее озеро. И вон там озеро. Откуда канализация посредине леса. Для нас это природа и экология. Это наши средства существования. То есть в таких условиях возможно существовать. Даже животные, похоже, погибли. Ну а что будет с нами? Неочищенные канализационные стоки из этого гиблого места перетекают в некогда кристальную чистую речку Железница. Уровень воды, естественно, прибавился. Ну на сколько? Может быть, сантиметров на 15. Дальше фекальный ручей попадает в Волгу. Стоит ли говорить, что из Волги производится питьевой водозабор? Без доли сарказма заявляю. Хорошо, что камера не передает запахи. Похоже, что источник нечистоты, сам прорыв находится именно здесь. Потому что запах здесь ужасный. Не то, что глаза жжет, в горле першит. Невозможно. Как нам удалось выяснить, здесь идет ни много ни мало напорный канализационный коллектор. Согласно информации, имеющийся в северо-западном отделе Минэкологии Нижегородской области, гарантирующая организация по водоотведению на территории муниципального образования рабочий поселок Гидратор в Балахнинском районе Нижегородской области осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию напорного канализационного коллектора, транспортирующего сточные воды от рабочего поселка Гидратор на чистные сооружения. Возбуждено дело об административном правонарушении. В ней проводится административное расследование с привлечением аккредитованной лаборатории. На чем балансе этот напорный канализационный коллектор уточняется. Также нами направлен официальный запрос природоохранную прокуратуру. А получить комментарий в администрации Балахнинского района нам не удается. Вместе с тем, это далеко не единственное проблемное место в районе. Вот кадры из сентября. Черные гейзеры бьют прямо из Волги. Народ, находимся в районе пансионата Волги. Соответственно, в Волгу сливается какая-то черная вода из-под земли прям бьет. Решение больных и зачастую очень острых экологических проблем – один из приоритетов в работе областного правительства. Вот выездное совещание все в том же Балахнинском районе. Принято решение – 30 миллионов рублей выделяются на обследование шести объектов накопленного экологического вреда. Три из них как раз находятся в Балахне. Это пруды-накопители кислых гудронов, полигон промышленных отходов и мазутохранилища открытого типа. Это позволит предусмотреть включение мероприятий по их ликвидации в федеральный проект «Чистая страна» – национальный проект «Экология». Завершить работы по обследованию и подать заявку планируем до конца года. В список также вошли свалка нефтепродуктов Павлова, свалка промышленных отходов на заводе «Заря» в Держинске и хранилище кислых гудронов у поселка Лесная Поляна под Нижним Новгородом. Работа действительно идет. Надеемся, что вскоре дело дойдет и до ликвидации зловонных озер под гидроторфом. Олег Лавров, Александр Фомин, Виталий Кудрявцев. Итоги недели. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok